Всем привет! Сегодня я вам буду рассказывать про то, как я продал свой 10 iPhone. Я делаю это традиционно. Каждый год продаю iPhone и подвожу итоги, сколько денег стоило мне использование iPhone на протяжении одного года. Произошло следующим образом. В 2017 году я купил 10 iPhone за 1230 баксов. А пользовался им год, я вообще не жалел устройства. Я его, скажем так, угробил, можно сказать, потому что он у меня очень сильно затерся, засарапался. Почему? Потому что я не использую защитные пленки, стекла и очень редко в случае с 10 iPhone использовал чехол. То есть я продаю смартфон для того, чтобы собрать денег и купить новое устройство. Однако могу заранее сказать, что если бы, наверное, я не был техноблогером, то в этом году я бы точно не обновлял свой iPhone. Я бы с десяткой бы сидел в следующий год, чтобы продлить время работы с одним устройством и неплохо на этом как бы сэкономить. Но мне удалось продать 10 iPhone на 64 гигабайта памяти, уже поцарапанный изрядно, подубитый за 800 баксов. То есть получается, что год использования iPhone мне обошелся 430 долларов. И так каждый год происходит. Каждый год мне люди говорят, что это очень дорогой смартфон. Каждый год я подбиваю математику и понимаю, что в принципе использование смартфона в рамках года мне обходится не так уж и дорого. Согласитесь, 430 баксов это небольшая стоимость. И получается это как будто бы лизинг. Сегодня я вам расскажу, каким образом я сам оцениваю стоимость смартфона, когда готовлю его к покупке. Порекомендую вам, как это делать с точки зрения именно продукции и техники Apple. Потому что огромное количество людей задавало вопросы, за сколько продать свой смартфон. И также расскажу, на что я перешел, чем я сейчас пользуюсь, пока у меня его нет. Погнали. Каким образом я оцениваю стоимость смартфона и выставляю его на продажу? И где я это делаю? Я не пользуюсь досками объявлений, потому что я просто захожу там в свой мессенджер, составляю список знакомых людей, продавцов, перепродавцов, либо просто пользователей и пишу, друзья, продаю такой-то смартфон, как бы вы меня знаете и прочие вещи. В течение 5 минут мне сразу кто-то перезванивает, либо же дает обратную связь, и этот смартфон забирают. Я не люблю доски объявлений, хотя знаю, что многие люди прибегают к использованию такого метода. Как делается с точки зрения продукции компании Apple? Как понять, сколько стоит ваш смартфон на сегодняшний день? Заходим на доску объявлений и смотрим, сколько стоят новые смартфоны. Обязательно обращаем внимание на то, сколько стоит смартфон официальный, да, как бы с гарантией, он всегда дороже. И сколько стоит, скажем так, серый смартфон, он дешевле на порядок. Если ваш смартфон был куплен тоже в стране, официально на него есть гарантия, то мы просто берем от первоначальной стоимости, от полноценной стоимости на текущий день, отнимаем 25%. Это будет абсолютно справедливо, если ваш смартфон в хорошем состоянии, если вы за ним следили целый год. И вот откинув 25%, можно рассчитывать на то, что это будет адекватная цена. К примеру, если смартфон стоит 1000 долларов, откидываем 25% и просим за него 750. Это справедливо, его, скорее всего, у вас купят. Что делать, если ваш смартфон серый, да, если он у вас неофициальный? Я делаю следующим образом. Я беру среднее значение от стоимости нового смартфона официального и нового смартфона серого. Ну, к примеру, допустим, официальный стоит 1000 долларов, новый серый смартфон стоит, к примеру, там, 850 долларов. Я беру среднее значение от 950 баксов и от него отнимаю уже 30%, если мой смартфон серый. Это тоже справедливая стоимость, за которую можно продать смартфон, если он в хорошем состоянии. Что делать, если смартфон в плохом состоянии? Ну, максимально сколько я могу уступить, это 35% от стоимости серого смартфона нового. В моем случае приблизительно так и было. Почему? Потому что мой iPhone, он был действительно ухайдохан полностью. То есть он очень сильно затерся. Он очень сильно зацарапался. Единственное, что могу отметить, у него при всей такой эксплуатации не затерлась камера. То есть действительно Apple поставила какое-то невероятно прочное стекло, которое вообще не царапается там в обычных бытовых условиях. В остальном боковинки смартфона зацарапались, передняя часть зацарапалась, задняя часть зацарапались. Но меня это абсолютно не палило. Потому что, в принципе, ну как бы я знал, что я его продам за какие-то деньги, но я не сдуваю пыль с гаджета. Я носил чехол на 10-ом айфоне только по одной простой причине. Потому что задняя спинка, она все-таки идет с чипом, да, с NFC, с Apple Pay. Если бы я ее разбил, а вероятность была бы велика ее разбить, то я бы просто не смог бы поменять эту штуку, потому что запчастей в Украине как бы особо не было. Мне пришлось бы долго ждать. Поэтому в некоторых ситуациях, в поездках я надевал чехол, чтобы просто не разбить задний, который тяжело поменять, который стоит чуть ли не половину смартфона. В остальном я не использую ни чехлы, ни пленки на устройстве. Мне просто страшно предположить, когда люди продают благоустройство в идеальнейшем состоянии, у меня сразу же возникает вопрос, а что предыдущий пользователь с этим устройством делал? Он вообще пользовался или нет? Ну то есть, как бы я часто в самолетах вижу людей, у которых на айфоне вот такенный чехол и еще защитное стекло. И то есть ты вроде бы заплатил за продукт и вроде бы как бы пользуешься его функциями, но ты до конца не понимаешь вообще о чем это устройство. Сколько было труда вложено в эргономику смартфона, в полировку, в прочие вещи. Ты это все вот так, вы знаете, как вот эти вот брачные металлические трусы, как в фильме знаменитом Робин Гуда, заковал. И вроде бы все безопасно и надежно, но с другой стороны ноль эстетики, просто ноль эстетики, увы. Но это лично мое как бы мнение, мое субъективное мнение, оно не должно никак совпадать с вашим мнением. Понятное дело, что покупая смартфон за такие бабки, лучше себя обезопасить. Естественно, не дай бог он упадет, разобьется и вам просто это все встанет в большую копейку. А если у вас еще устройство в кредите, то вообще, конечно же, стоит это дело все обезопасить. Хотя подход мой такой, если ты не можешь позволить себе ремонт смартфона, который ты купил, то, наверное, вообще выбор смартфона был сделан неверно. Зачем покупать такой вот пассив, который еще может вылиться для вас минусом? Это знаете, как купить автомобиль, на который вроде бы ты насобирал деньги, но не предугадал, что на ремонт тебе денег не хватит. А вообще, вдумайтесь, продукция Apple, вот идут года, она как осталась как бы разменной монетой, так и осталась. То есть я в 2018 году продал пошарканный 10-й iPhone за 800 долларов. Некоторые люди мне сказали, что я еще как бы дешево его продал, можно было бы дороже его продать. То есть как бы был устройство, которому год 800 баксов. За 800 баксов сейчас можно купить практически любой флагманский смартфон новый 2018 года. Вы можете купить за 800 баксов себе Huawei P20 Pro, к примеру, на каком-то из сайтов. Новый, абсолютно новый. Galaxy S9, если постараетесь, тоже купите новый. То есть это просто, ну как бы, с одной стороны это безумие, с другой стороны это многое как бы говорит о продукции, до сих пор о ценности бренда и про актуальность покупки. То есть купили сейчас новое устройство, через год продали, немножечко доплатили и опять взяли новое устройство. Лизинг по-другому не назовешь. А теперь самое забавное, чем же я сейчас пользуюсь, пока не вышел новый iPhone. Да, вот как бы деньги отложены, жду продажи, поеду скорее всего в Кельн покупать новое устройство. Хотя я понимаю, что в этом году придется так затратиться, что просто жесть. Это новый iPhone, это скорее всего будут новые Apple Watch. Если будут новые AirPods, их тоже придется покупать. И это придется покупать не потому, что оно мне надо, а потому что контент нужно снимать, видосы придется снимать. То есть затраты, 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 сумасшедшая просто тема какая-то. Вот, пока нет у меня iPhone, я прибегнул вот к этому устройству, это Pocophone. Я его взял в Париже, уже вторая неделя поставил сюда свою основную карточку. Так что, скажем так, опыт эксплуатации этого смартфона определенно стоит ждать на канале, потому что мне придется вот где-то до октября, наверное, месяца походить с ним. К нему я подключаю AirPods, они великолепно работают, уже проверил на протяжении трех дней, все нормально, тренировался. А вот с часами, конечно же, получилась беда. Apple Watch простаивают, отдал их жене пока использовать, потому что Apple Watch никак не подсоединишь к Pocophone. Я к Pocophone подсоединил Galaxy Watch и оценил все, короче, неудобства этой системы. Galaxy Watch, они, ну, более-менее неплохо работают с самсунговскими смартфонами. Подключив к Pocophone, половина функции вообще просто не работает, они постоянно теряют связь, это раз. Мне так до сих пор не удалось добиться, чтобы самые популярные приложения на моем смартфоне получали уведомления на эти часы. То есть я банально не могу настроить, чтобы приложение Telegram присылало уведомления на Galaxy Watch, чтобы приложение Gmail присылало уведомления на Galaxy Watch. То есть у меня просто на руках, грубо говоря, автономные часы, которые, ну, неплохо держат аккумулятор. Но с другой стороны, я с таким же успехом могу сейчас просто, ну, дети, Apple Watch с ними ходить и иногда синхронизировать их, допустим, с планшетом. Вот поэтому дико неудобная связка. Я не знаю, почему так происходит. Может быть, это какой-то личный конфликт Galaxy Watch и смартфонов Xiaomi. Когда-то я об этом слышал. Может быть, там Galaxy Watch нормально будут работать на каком-нибудь Huawei, либо же на каком-то другом устройстве, но в любом случае, видите, костыль получается. То есть вроде бы часы работают со всеми Android-смартфонами. То есть без проблем устанавливается приложение Samsung-овское Gear, вот это вот Wear-приложение. Но оно не работает корректно. И я захожу там, ну, короче, это просто какая-то головная боль. Я уже склоняюсь к мысли к тому, что я просто куплю себе какие-то нейтральные смарт-часы от Garmin компании, либо же какой-то G-Shock какие-нибудь, часы, которые синхронизируются с смартфоном, чтобы они были вообще на одинаковом уровне и с iOS, и с Android. Как-то так. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. Если я ответил на ваш вопрос, за сколько продавать бы у технику Apple, надеюсь, я вам как-то помог. Если нет, давайте в комментариях пообсудим это дело на каком-то конкретном личном примере, потому что все, конечно, зависит от вашего устройства. X iPhone продается дорого. Либо, допустим, какой-нибудь iPhone 7 Plus, сейчас можно продать плюс-минус за 580-590 долларов. И дальше уже модели варьируются, поэтому вперед в комментарии. Подписывайтесь на канал и заходите в Telegram канал, там тоже много разных новостей. Пока!